МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 520 тысяч человек. Напомню, 11 сентября состоится голосование за представителей законодательных органов в 11 территориях Ставрополья. Готовность региона Владимир Владимиров обсудил с председателем Краевого избиркома Сергеем Тарасовым. В 10 муниципалитетах законодателей выберут в полном составе. Это город Лермонтов, Благодарненский, Георгиевский, Ипатовский, Изобильнинский, Кировский, Новоалександровский, Нефтекумский, Петровский и Советский округа. А в Есентуках проведут дополнительные выборы на трех участках. Территориальная избирательная комиссия, у нас задействованы 11 территориальных избирательных комиссий в организации данных выборов, работают достаточно профессионально. Вот об этом говорят следующие цифры. Всего было выдвинуто на 266 депутатских мандатов, 916 кандидатов. И только 22 из них отказаны в регистрации. Это всего лишь 2,5%. Огромное спасибо вашему коллективу за работу. На самом деле давайте проведем выборы, как всегда, на Ставрополье. Безукоризмно, без каких-либо грубых нарушений, замечаний. Но если таковы и будут, то реагировать, как всегда, очень, я бы даже сказал, жестко и с необходимой долей разбирательства. В селе Быкогорке капитально отремонтировали 16-ю школу. Порядок привели фасад здания, освежили помещение, а также установили новую сцену в актовом зале, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Также на базе учреждений открыли центр «Точка роста». Работы проходили в рамках федеральной программы капремонта школ и нацпроекта образования. Началось строительство нового потающего водовода к Новоалександровску. Это уже четвертый этап реконструкции объекта водоснабжения в округе. Ранее специалисты отремонтировали хлораторную, установили дизельную электростанцию и заменили насосное оборудование, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Проект реализуют в рамках программы повышения качества водоснабжения в Ставропольском крае и нацпроекта «Жилье и городская среда». В Красногвардейском округе ремонтируют 10-километровый участок трассы «Коммунар-Штурм». На трески сейчас укладывают современное покрытие и приводят в порядок остановочные павильоны, сообщили в региональном Миндоре. Позже тому крепят обочины и установят знаки. Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».